здравствуйте друзья у нас вопросы один мы поговорим об одном но вы видите что внизу еще один вы видите на своем экране тоже похожий по сути своей значит это как бы иммиграция и родственники семья которых вы оставляете вот вопрос человек пишет давайте почитаю вслух немножко что он говорит казалось бы программист нормальная зарплата относительно престижная работа живи и радуйся но человек не был бы человеком если бы не искал себе на пятую точку приключений это правда мудро не по годам не по годам мудро я сколько себя помню думаю о том что не получится у меня жизни в украине да все эти движения в европу есть но разруха в наших сердцах они в стране и и оттуда не выгнать просто так никак слушайте это вторая очень мудрая мысль надо сказать действительно конечно да очень согласен я сам всю свою жизнь мучился глядя на наши дороги на нашу медицину образование кое-что осталось хорошее но катастрофически мало любые госорганы везде разруха коррупция одним словом ужас я не единожды встречал истории о том как по ошибке акушеров дети рождались инвалидами а из-за сквозняка в роддоме даже умирали или как за деньги решка решали исход суда с нарушением всех законов в том числе и логике и в этой ситуации руки опускаются и первое что приходится на ум я не хочу чтоб мои дети точно так же как и я мучились боролись мы живем один раз я не хочу отдавать свою жизнь за то чтобы возможно через пять поколений жить стало лучше кто-то скажет что я не патриот кто-то что лентяй и эгоист возможно это и так возможно даже все сразу но я как и любой здравомыслящий человек хочу прожить жизнь без воин бежу без ужасов а спокойно в достатке и добре именно поэтому я прокладываю себя дорогу туда где это возможно именно возможно а не гарантированно ну что же вот он тут не говорит сколько ему лет но я понимаю что парень то молодой очень зрелые рассуждения есть один нюанс у меня есть семья которую я очень люблю папа мама брат бабушка все кроме этих людей у меня есть только девушка с которым уже три года вместе два из которых живем под одной крышей и любят друг друга ну чё же молодец друзей нет возможно я сам в этом виноват это немножко странно конечно честно вот я так думаю мы же все таки растем с детства со школы там с института должны быть какие-то и я очень хочу чтобы эти люди тоже были счастливы а как мать или отец могут быть счастливы если видеть свое дитя раз в два три года так есть еще один нюанс хочется чтобы у детей были дедушки бабушки они лица в скайпе которые даже толком на одном языке не разговаривают вот и получается что на одной чаше весов возможность нормально жить но без семьи под боком она другой семья но жизнь в постоянном страхе не могу более подобрать слова такая же позиция и у моей девушки слушайте это очень это очень здорово что у вас с девушкой общий взгляд на жизнь уже неважно какой на общее это потрясающе вообще вообще замечательно связи с этим я был бы очень благодарен если вы уделили немного времени рассмотрению моей ситуации заранее премного благодарен ситуация ваша невероятно общая для людей которые не только в эмиграции кстати вот я давайте вам скажу такую вещь я секундочку света побольше дам сколько там на улице еще осталось света я не знаю тут темнеет у нас но может быть так немножко больше не будет на лицо у меня отец двадцатого года рождения в тридцать четвертом году в возрасте 14 лет отец его отправил в одессу учиться в птву фазу так называемое фабрично заводское училище отец жил в местечке еврейском по-русски не говорил закончил семилетку еврейскую на идиш впервые он начал как-то столкнуться с русским языком в одессе хотя фсу где он учился тоже было на иди что в городе говорили по-русски поэтому значит и больше он никогда с родителями не жил мы мы жили в москве но так получилось там война туда-сюда армия и вот он в москве где-то туда перевели году там 40 не знаю девятом-пятидесятом таком случайно можно сказать там оказался и и вот мы жили в москве родители его жили в житомирской области и он наезжал но с какой частотой ну может быть раз там в два в три четыре года наезжал не каждый год он им посылал денежку какую-то по тем временам это были какие-то невероятные деньги он посылал 30 рублей в месяц вот родители вместе не их пенсия там это колхозная там какая там была она была меньше чем 30 рублей что вам сказать вот так и жили и я не хочу сказать что в этом была какая-то аномалия это было настолько общему это было настолько повсеместным я даже не знаю из поколения наших родителей чтобы кто-то жил ну в смысле другие люди тоже чтобы кто-то жил возле родителей война же еще была и все это разнесло разметала раскидала со страшной силой вот моя бабушка например по маминой линии она жила в городе электросталь под москвой там не доезжая на гинска немножко туда по курска не курска это как дорога неважно туда казанской и значит она жила в электростале мы жили в москве и и другой сын в белоруссии жил витебске и они виделись может быть там вот с тем сыном ну ну может быть там раз 3-4 в 5 лет понимать это норма это абсолютнейшая норма представьте себе сколько людей вообще разъезжаются по стране молодежь уезжает в институт там учиться у меня света моя уже в наше время света моя в семь десять четвертом году уехала из киева учиться в москву и все она уже никогда не жила больше с родителями то есть через какое-то время родители на сказать поменялись из киева в москву и как это был такой шестиходовой обмен заковыристы они переселились москву почему оказались буквально вот мы видели их окна из наших окон вот так интересно получилось но но это так дело случая понимаете поэтому когда вы говорите что как вообще жить когда родители нет вот прямо вот тут вот тут прямо нет послушайте а забудьте вообще про эмиграцию ну при чем тут эмиграция спросите себя вот среди людей которых вы знаете ну составьте список 100 человек и спросите кто из них имеет дедушку и бабушку и родители вот чтобы они вот так вот и общались я даже не знаю вообще ни при чем эмиграция никакая это относительно редкое дело относительно редкое дело и это как бы с одной стороны то есть вы не то чтобы оказывать какой-то совершенно там невероятной жуткой ситуации не надо себя жалеть и их не надо жили обычное дело но самое обычное дело вот следующий момент вот чем состоит значит все таки родители в некотором смысле как бы часть их жизни это успех их детей то что у них все хорошо у внуков все хорошо если вы можете раз год приезжать там откуда вы будете приезжать из германии я не знаю великобритании из канады и сша будете раз в год к ним приезжать да шикарно вот я вам скажу что у нас есть бабушка другая вот у нашей внучки саши есть другая бабушка по папе которая живет в минске так она полгода в году у них тут вот проживает она уже на пенсии она приедет полгодик поживет обратно там в минску не там свои дела тоже есть вот он вот так вот наезжает приезжать чет чет проблема такая я вам больше скажу пройдет там пять лет допустим вы приехали в сша там не знаю с картой и пройдет пять лет и вы граждане и вы своих родителей оприходуете просто на раз и все там вообще делать нечего вот они это не уже тут с вами если уж так вот хочется именно насовсем но если вас устроить чтобы родители на полгода в году с вами жили я вас уверяет совсем не так плохо и в скайпе совсем не так плохо вы подумайте о том что вот еще там 15 лет назад не было никакого скайпа я ж не в этом про 20 30 40 50 100 не было скайпа ничего такого не было еще и писатель толком не все умели и чего конечно сейчас другая жизнь там кто говорит но лица в скайпе значит вы можете задать себе какой-то очень очень высокий стандарт но тогда вы за этот высокий стандарт семейного семейные коммуникации вот этой вы заплатите очень дорогую цену потому что вы не можете жить отдельно от ваших родителей и это неважно вы уехали я не знаю в париж или вы уехали там где там на байкал но неважно вот вот вы никуда уже не можете поехать в москву не можете мне куда не можете из киева там допустим если же эти в киеве вы не можете болтать файanna с já харьков это не киев почти все равно нужно куда-то ехать если уже ехать то без разницы из харькова выехали из москвы там были из волокна чтобы попасть в киев там и чтобы дети увидели бабушка это уже не принципиально это уже там разница в несколько часов понимаете и из нью-йорка это разница в несколько часов вот самолет летит и летит что там делов ты его я уж не говорю там из германии где-нибудь или из парижа там все там два-три часа лету о чем вообще говорим вот так что нет этой проблемы вы ее себе в голове создали эту проблему и и вот она вас там подъедает а кроме вас такой вроде и проблемы нет значит на каком языке они разговаривать если вы захотите чтобы дети говорили на русском языке с бабушкой и с дедушкой дети будут говорить на русском языке с бабушкой и дедушкой у нас внучка саша разговаривает на русском языке с бабушкой и с дедушкой и с тоже дедушки у нас нет уже с бабушкой разговаривать ничего такого вот уж действительно проблема вот поэтому значит я я понимаю как бы все эти вещи вот вы писать и что мы например со светой когда уезжали ее родители уже были тут и сестра у нее старше есть она она тоже была уже здесь они уехали раньше нас а мы когда уезжали мы ехали к ним с одной стороны с другой стороны у меня родители и у меня брат старший и брат работает в закрытой организации там занимается там всякими делами серьезными и родители пенсионеры которые никуда ехать не хотят и не собираются отца военная пенсия хорошая там и так далее мы не думали что мы через полтора два года все вместе снова соберемся мыслей такой не было но это произошло то есть в тот момент когда мы уже куда-то поехали у родителей в голове что-то щелкнуло и они стали по-другому смотреть по-другому относиться я помню время когда знаете когда страна поехала вот восемьдесят девятый девяностый вдруг как рванула и вот приходишь на проводы вы все время каждый месяц там если не чаще ходили на какие-нибудь проводы приходишь на проводы и там какой-нибудь там скажем родной брат отъезжающего этот родной брат отъезжающего него все нормально он ведь я никогда никуда не поеду мне ничего не надо мне там 40 лет у меня все есть там куда я вообще поеду через три месяца встречаешься где-то там еще на других проводах оказывается он уже в подаче он уже там пакует чемоданы и он где они одного дня лишнего не могу здесь оставаться меня вообще воротит я там и поехала о как это очень заразная такая штука поэтому у вас есть что мы тут имеем папа мама брат и бабушка послушайте не заморачивайтесь не заморачивайте езжайте устраивайтесь если вы будете в нищете там каратка это один вопрос если у вас все будет хорошо вы до разве есть для родителей большее счастье чем вот дети у которых все хорошо учет вот вы у вас когда дети будут да вы разве будете мерить успешность свою как родители тем что легендовать дити рядом вы будете смотреть чтоб у них все было хорошо это это и есть максимум того что вы можете дать своим детям это максимум того что ваши родители могут дать вам как детям поэтому артём значит правда не не заморачивайтесь совершенно в голову не берите не то что иммиграция вообще вся жизнь стоит на том что выпархивают детишки из гнезда понимаете если ты не выпархнешь из того гнезда у тебя крылья не расправится не полетишь никуда ты никакой функции жизненной не реализуешь ты никакого предназначения который те сверху дано чтобы ты прожил в этой жизни ты не сможешь ничего потому что нет такого предназначения возле мамы с папой находиться понимаете что сказать ну в общем так так бы я сказал я я очень сочувствую и очень сопереживаю и и очень как бы на стороне вот артема и и девушка у него чувствую хорошие и семья замечательная и вообще они они такую симпатию вызывают вот все эти ребята что невольно как-то начинаешь ну чувствовать себя частью этого всего значит вперед вперед займитесь собой займитесь своими детьми дайте вашим родителям чувство что они сделали то что могли в своей жизни для вас понимаете и и все и вы оттуда гораздо лучше о них позаботитесь чем если будете оставаться там где вы есть сейчас и другое что там еще впереди целый ворох разных решений к тому вопросу который вас сегодня беспокоит и эти решения сегодня недоступны а как только вы там окажетесь устроитесь легализуетесь и пошло и поехала там цепочка вот у вас есть брат может быть и брат созреет дозреет почему нет а у него же якорь есть поймете а родители вот родители будут постарше и уже возникнет вопрос того что или им прожить личные там 10-15 лет если они с вами воссоединяться возле внуков там всех дел либо они не проживут эти 10-15 лет потому что просто потому что там нет той медицины или скажем она где то есть но не для них а у них доступа нет кто и медицине и все мой отец когда приехал сюда ему было что-нибудь лет семьдесят три он уже десять лет до этого не выходил из дома практически то есть он мог спуститься на лифте и сесть на лавочку возле крыль вот на крыльячик там у парадного дальше не мог у него значит вот были проблемы сердца у него оденома предстательные железы там у него трубка значит торчало много лет верить какой какой кошмар это всего потом ему сделали операцию но он он вот такой был полуживой в полуживом состоянии когда он сюда приехал ему через месяц в госпитале стэнфордского университета сделали четыре шунта 4 байпаса сделали на сосуды коронарная я просто к чему рассказывал он после этого еще прожил ну там вот 15 лет совершенно нормальной полноценной жизни тогда а там он уже фактически был не живой он уже десять лет был не живой если бы мы не уехали а он дико не хотел он 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 так переживал у него инфаркт был когда нужно было подписывать нам бумажки на выезд понимаете но он не он не отказывался но просто он дико переживал понимаете ну а кто может своим детям такое не ну запретить понимаете у кого рука поднимется поэтому и богу вы вы абсолютно не совершаете никакого подвига вот не в том случае не в этом или вы останетесь или вы поедете никакого подвига это жизнь это нормально это рутина самая простая рутина поэтому вы и относитесь к ней как крутить уже проблема только в вашем отношении само по себе куда-то поехать нормально а вот то что вы относитесь к этому как какому-то предательству всех бросили там и так далее вот видите вот ниже тут у меня тема девочка пишет как не быть виноватым оставив родных при эмиграции о тема как не быть виноватым чего виноватым в чем виноватым понимаете мы еще то письмецо тоже значит почитаем отдельно но вот как бы тема большая мне бы не хотелось два письма объединять поэтому давайте мы на этом закончим и я надеюсь что все очень здорово закончится так что рапортуйте об успехах